Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы завершаем рисунок Экарше Гудона. Можно, конечно, вспомнить тот факт, что все наши задания, которые изложены в наших циклах, они все-таки требуют такого, неоднократного, скажем так, исполнения, чтобы не возникало иллюзии, что вы тоже что-то такое порисовали, причем иногда даже не с натуры, а с экрана и чему-то действительно научились. Это, конечно, маловероятно. Ну и помимо длительного рисунка Экарше, конечно, очень хороши наброски с него, с разных точек, ну и так же, как с любых гипсовых статуй. Но проблема сейчас с гипсами, с гипсовыми фигурами, статуями, она в том, что вот таких небольших фигур размером где-то около метра, их на самом деле в продаже немного. И, собственно говоря, они ограничиваются, чем вот такое Экарше, Экарше лучника, также, ну, есть пара Экарше в более таких, как бы, позах промежуточных между этой лучником, да, там Чеголи, еще один, и они немножко иногда бывают диспропорциональными. И, соответственно, также существует фигура Геракла в продаже, да, и Афродиты Милосской. Но при этом Геракл довольно своеобразен, да, я его видел недавно в помещениях Академии художеств на Пречистенке, вот там, где сейчас галерея Церетели, да, это римская, насколько я помню, скульптура. И, собственно говоря, Афродита Милосская, да, уменьшенная копия, но проблема в том, что она, во-первых, без рук, во-вторых, она задрапирована, то есть, фактически, там мало что рисовать. Если же, конечно, вы имеете все-таки возможность посещать музеи, да, особенно если вы живете где-то в крупных городах, да, обязательно надо такую возможность использовать. И вот начинать свои рисунки фигуры, освоение фигуры, конечно, хорошо с гипсовых фигур. И, в общем-то, и наброски тоже хорошо начинать осваивать с гипсовых фигур. Соответственно, потому что они не шевелятся совсем, их можно делать чуть дольше, потому что редко где в студиях набросков, возможно, наброски минут по 20 и более. И, соответственно, вы можете тихонечко, спокойненько со всем сидеть и разбираться. Но с прицелом на то, что потом все-таки перейти на живую модель со временем. Вот, что касается непосредственно Экарше такого, то, конечно, к нему также желательны, в дополнение к таким вот рисункам, желательны наброски, да, с разных точек на построение, с легкой светотенью, если у нас будет время, мы это тоже отснимем, постараемся. То есть, не на мышцы, а именно на построение с легкой светотенью. И, соответственно, вот помимо такого рисунка, да, желательно еще пару рисунков с разных других точек, конечно, сделать. Соответственно, что у нас сейчас происходит? Сейчас рисунок близится к завершению. На этой стадии необходимо делать что? Необходимо постараться уменьшить пестроту. Пестрота возникает от чего? Пестрота всегда возникает от проработки. То есть, проработка дает нам внимание к отдельным кусочкам. Когда мы прорабатываем, мы смотрим на отдельные кусочки. Детализация такая. И поэтому, как правило, следствием этого является то, что возникает много похожих мест. Много похожих мест, которые содержат и светлое, и темное. Ну, вот, соответственно, вы сейчас их видите. И задача наша, конечно, эти места объединять в большие куски, да. То есть, чтобы помимо маленьких кусочков светлого и темного появлялись еще большие участки темного и светлого. Внутри которых, конечно, может быть дифференциация какая-то. Вот. Ну, и, соответственно, для того, чтобы это объединять таким образом, да, очень хорошо, конечно, отходить почаще. Ну, и также замечательный способ это фотографировать как свой рисунок, да, так и натуру, или хотя бы даже просто на них смотреть через телефон. Потому что вы, увидя уменьшенное изображение, будете смотреть так, как если бы вы отошли, ну, на достаточно значительное расстояние. Поэтому это все полезно. При этом, как правило, приходится сравнивать много похожих светлых мест. Потому что, вот смотрите, сейчас на фигуре сколько светлых мест, да, конечно, нужно какие-то из них пригасить. Это важный момент. Ну, и это одно, одно, как бы, необходимая такая задача, да, чтобы рисунки становились поцельнее, желательно. Вторая задача, это все-таки потихонечку все проработать. Потому что, ну, если все-таки раз это корше, да, все-таки мы потихонечку как бы разбираемся с отдельными участками. Но при этом желательно, чтобы вот эти отдельные замечательные мышцы, они все-таки работали на большую форму. Чтобы все-таки мы видели там структуру, а не просто срисовывали такие красивые пятнышки. Об этом постоянно приходится говорить, но почему об этом приходится постоянно говорить, да. Я думаю, что если вы спросите любого преподавателя, то ответ будет такой, что это ведь не так просто. То есть ты говоришь о каких-то вещах годами, да, но для того, чтобы это начало работать, да, нужны годы размышлений самого рисовальщика. Потому что одно дело услышать, да. В этой связи могу вспомнить своего тренера, да, который замечательно совершенно постоянно повторял одни и те же какие-то важные моменты. И где-то, когда через несколько раз ты начинаешь раздражаться уже, думаешь, ну, я это уже слышал. А потом раз из десятого до тебя наконец-то доходит, что он имел в виду. И тогда ты понимаешь, что, скажем, ну, немножко ты напрасно раздражался. Вот сейчас, видите, мы таким легким штрихом обобщаем, обобщаем, наносим тень на боковые поверхности грудной клетки. То есть получается, что у нас два основных, грубо говоря, два основных таких усилия, да. Это, когда мы поближе держим и чуть более вертикально что-то прорисовываем, да. Прорисовываем, причем в каждом месте мы характерное направление стараемся взять, да. И более длинный такой карандаш, расслабленный, где мы такой легкой штриховкой, фактически тушевкой, наносим легкие тона, что-то объединяя, обобщая. Вот два таких основных, как бы, два основных усилия. И, конечно, особенно к концу работы, вот это второй момент, да, связанный с такими легкими полутонами, он, в общем-то, свою актуальность, как правило, она повышается, да, то есть нужно больше объединять. При этом много достаточно механической работы, да, потому что, в принципе, прорисовка деталей – это достаточно механическая работа, да. Чем у вас больше терпения, тем больше вы деталей прорисуете, но настоящая польза, естественно, для вас будет, если вы эти детали научитесь в целое складывать, да, так, чтобы они не разрушали целое, что довольно часто происходит. Вот сейчас вот как раз пузырь такой, да, видите, мы там пригашиваем, то есть икроножная мышца слишком светлая. Особенно сейчас на видеозаписи, потому что видеозапись все-таки делает немножко поконтрастнее то, что в жизни, да, то есть в жизни рисунок несколько поспокойней. На видеозаписи он поконтрастнее, поэтому он тоже получается еще немножко более детальным, более дробным. Проходим также мы по всему рисунку, смотрим, нет ли каких-то у нас там мест, которые мы забыли, да. Немножко корректируем форму стопы. Пальцы тоже, но вот смотрите, что торец, да, передний, как бы, передний вертикальный план на стопе мы делаем достаточно темным и стопу достаточно освещенной. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы показать, что стопа выходит вперед. То есть стопа освещенная, чтобы была разница, был контраст с голенью, да, которая все-таки в полутоне, даже на светлых местах. И впереди достаточно жирно надо рисовать вот торцы пальцев, иначе просто вперед не выйдет, к сожалению, ну, тут ничего не поделаешь. Ну, а то, что она сбоку черная стопа, это сейчас я уже вижу, что это излишне. Там сзади немножко утемняем, да, за счет этого мы стопу тоже, переднюю стопу выдергиваем вперед на контрасте. Ну, и вот видите, что поворот на боковой план, да, он у нас практически везде, в том числе вот здесь на голени, он, как бы, акцентирован. То есть он взят более контрастно для того, чтобы он читался. И можно это сравнить с передним ребром кубика, да, то есть контраст на переднем плане дает нам как раз-таки объем. И это желательно, утрирование, небольшое утрирование контраста на переднем плане. Немножко обобщаем тень, да, поцельнее. Вот там светлая часть тоже внутри тени, она слишком светлая. Сейчас ее надо будет обобщить. Да, вот так сразу сильнее становится. Ну, и на фото видно, что она еще, как бы, немножко потемнее. Фото, конечно, тоже немножко утрирует ситуацию, можно сказать, да. Поэтому ценность вот таких вот видеозаписей, да, в сравнении с фото в том, что ты можешь видеть свои недостатки, да. То, что ты не замечал, они, как бы, немножко утрируются записей и фотографией, да. То, что в жизни все немножко цельнее, да. Вот на фотографии мы видим в большей степени крупные куски светлого и темного. Где-то что-то конкретизируем, да. Наверное, стоит это смотреть уже тогда в увеличенном изображении, чтобы было понятно, что там именно происходит. Ну, и вот здесь немножко потемнее тоже. Это хорошо вообще. То есть, конечно, надо исходить из того, что если свет у нас, ну, чаще всего спереди, сверху, то вот в таких ситуациях все, что, как бы, отворачивается от света, можно смело всегда делать темнее. Такая, как бы, установка, она внутренняя, желательно. Ну, вот если мы хотим, чтобы штрихи были четкие, то, конечно, вы видите, что карандаш, в общем-то, подворачивается, да, в руке. То есть, вопрос, нужен ли удлинитель. Хотя, конечно, когда к нему привыкаешь, то становится комфортно. Удлинитель нужен, конечно, когда карандаш уже, ну, теряет где-то треть своей длины, то, конечно, уже тогда лучше, чтобы он был все-таки удлинитель. Но можно его сделать из подручных средств, да, не обязательно тратить какие-то большие деньги. Ну, а это в момент, конечно, дело вкуса, да. В любом случае, не должно быть влипания в руки, в рисунок, да, и не нужно держать карандаш, как шариковую ручку. Конечно, банальные вещи, но дело в том, что они своей актуальности не теряют. Ну, вот, по-прежнему мы что-то актуализируем немножко по рисунку, прорисовываем, делаем где-то конкретнее, что-то обобщаем, вот еще икру обобщаем, да, но цельнее, видите, вот цельнее становится, да. Этот момент важный. Ну, вот совсем цельное все стало, да, сейчас даже уже начинает казаться, что излишнее немножко. Подставка и бревно, конечно, ну, вопрос, насколько их... Ну, настолько их нужно делать, чтобы они просто не отвлекали, да, то есть оно будет нарочито не сделано, может просто отвлекать, поэтому, в принципе, можно им немножко усилий дать, но, конечно, основной акцент должен быть на фигуру. Карандаш вот сейчас потверже, да, взял даже такой, который я обычно не пользуюсь, 2H, для того, чтобы легкими полутонами больше поработать, потому что понял, что немножко дробный рисунок, да, надо обобщать отдельные места. Ну, и получается так, что когда вам надо работать полутонами, может быть момент, что вы понимаете, что неизвестно, не угробите ли вы рисунок, да, даже может быть такой момент. Очень простой ответ, что вы возьмите карандаш потверже и действуйте легкими-легкими такими, как бы, прикосновениями, тушевкой, фактически. Просто мы не используем карандаши твердые для рисунка, то есть не нужно ими там особенно линии проводить и так далее. Почему мы это делаем? Потому что рука закрепощенная, деревянная, человек как давил на карандаш, так и продолжает давить, только еще хуже становится, да. Вот. В этом смысле более мягкий карандаш, он хорош тем, что он раскрепощает, развивает руку и отучает давить. Вот. А твердый карандаш тоже имеет плюсы в том, что можно им такие легкие-легкие полутона наносить, да. Можно это сравнить, наверное, с такой очень прозрачной акварелью, да, очень легкими тонами акварельными. При том, что, конечно, эти тона можно легкие наносить вообще поверх всего изображения, то есть оно сквозь него просвечивает, ничего по большому счету не теряется. Вот. Ну, вот сейчас, видите, немножко поспокойнее становится даже и освещенными. То есть, усилив какие-то контрасты, да, немножко можно пригасить при этом светлые места, излишне светлые, да, потому что разница все-таки между голенью и стопой должна быть, и должна быть разница между верхом фигуры, который реально освещен, и светлыми местами, которые ниже, которые на самом деле не такие светлые. Поэтому, в принципе, вот, если подальше отходить, да, там, смотреть через фотоаппарат, через телефон, может быть, фотографировать, то вот момент цельности, он потихонечку, как бы, можно его для себя актуализировать, да, то, что рисунок должен быть цельнее, и это ценное качество. Почему мы забываем об этом качестве? Ну, потому что необходимость прорисовать, она настолько нас пригружает, да, что нам уже становится не до чего, особенно к концу рисунка. А вот важно, конечно, и желательно к концу рисунка стараться, ну, как бы, ну, все-таки попытаться внутренне возрождаться, что ли, то есть, снова находить свежесть взгляда, немножко, допустим, отвыкнуть, там, сделать маленький перерывчик какой-то, или даже несколько дней перерыв, посмотреть на свежий взгляд и посмотреть, вот, если ты проработал, то, скорее всего, нужна стадия обобщения, да. Есть стадия детализации, есть стадия обобщения. Обобщение, то есть, понять, что многие места, которые ты проработал, которые яркие, они яркие для своих маленьких пятачков, где они живут, а исходя из целого, они не должны быть такими яркими. Ну, можно это, наверное, сравнить со стройным таким зданием, да, или вот с городом, да, когда мы имеем площадь красивую, но если мы ее всю завешаем рекламой, то уже единства не будет, потому что реклама должна кричать, и, соответственно, если она вся кричит, то уже никакого единства может не быть. Поэтому вот эта стадия обобщения, она в каком-то смысле может быть даже важнее, чем проработка, наверное. Проработка более механическая стадия, да, а обобщение это требует от вашего цельного взгляда. Ну, вот видите, что какие-то места у нас потихонечку пригашиваются, да, и рисунок потихоньку становится поцельнее немножко. Вот, и это очень активное действие, то есть увидеть, что место, которое ты реально, например, считал светлым, да, если посмотреть на него издалека, то оно совсем не должно быть таким же светлым относительно всей остальной ситуации. И, конечно, очень хороши с этой точки зрения, очень хороши наброски сразу в тоне, то есть которые вы делаете либо вообще без линейного рисунка, либо с минимальным линейным рисунком, там, и наброски в тоне, ну, буквально со всего, да, очень хорошо на улицах это делается, архитектуры, вот, когда карандаш идет лопаточкой такой, да, как бы замазывая. Ну, вот рука немножко у нас там чуть-чуть остается такой слегка недорисованной, вот, ну, и пальцы, они отбиты, понятно, почему, почему они сделаны более цельно, чем в оригинале. В оригинале они более растопырены, потому что если бы они были бы как в оригинале, они бы вообще сразу отбивались. Но тут тоже, в общем, в конце какой-то момент надоедает их приклеивать обратно. Вот. Немножко где-то еще мы так обобщаем чуть-чуть. В целом рисунок уже ближется у нас к финишу. Сколько можно продолжать длительный рисунок, да? На самом деле можно и дольше. Тут вопрос вашей способности, ну, не то, чтобы даже не замучиться, а вашей способности наблюдать, видеть дальнейшие несовпадения. Ну, вот видите, коленку мы тоже немножко пригасили там, хотя вот верх чашечки еще светлый. Ну, тут вопрос спорный, да, в принципе, можно его тоже было бы еще немножко пригасить. Что осталось, наверное, немножечко нерешенным. Вот боковой план на бицепсе, да, вот справа от бицепса, на опущенной руке, наверное, все-таки стоило тоже сделать темнее. Вот на вытянутой руке, на предплечье, боковой план, вот там, где светлая такая мышца такая снизу, да, тоже ее, конечно, хотелось бы пригасить, потому что она спорит, на самом деле, с верхним планом. Вот это осталось как бы неучтенным. Ну, бревно, бревно, конечно, тут просто, видите, свет немножко другой, поэтому это, в общем, мы фотографировали в первый сеанс, а сейчас, когда ставили, уже немножко по-другому оно освещено. Но в целом бревно могло бы быть тоже немножко потемнее. И, наверное, на кисти опущенной руки тоже можно было бы вот над указательным пальцем там чуть-чуть затемнить. И внутри вот между палочкой и указательным пальцем тоже, если чуть-чуть затемнить, мне кажется, она тоже немножко поцельнее была бы. Но это уже такие моменты, которые, на самом деле, сейчас не очевидны. Вот немножко мы еще пригашиваем голень. За счет этого что мы получаем? Мы получаем движение как бы вперед-назад, движение формы. То есть форма наклонена вперед, она чуть более наклонена, она чуть темнее. Или она вертикальная, она какая-то средняя тогда. Либо она наклонена назад, тогда она светлая. Ну, вот какая-то такая вот стадия промежуточная у нас была. Еще немножко можно чуть-чуть подшивать. Вот тут вот над вставкой ноги, над началом ноги, на самом деле, тут потемнее. Да, вот этот момент важный. Здесь тоже чуть-чуть поцельнее. Движения, видите, такие типа тушевки, такие легкие достаточно мы стараемся использовать. Да, вот здесь тоже можно пригасить как раз. То есть светлые, да, куски, но они светлые внутри уже какой-то общей тональности этого места. Просто вот здесь, да, немножко потемнее лучше. Здесь тоже чуть-чуть потемнее. Вот здесь, да, как раз очень хорошо. Я просто, честно говоря, не очень помню, что я делал следующими действиями. Поэтому вот иногда вот так комментируешь и понимаешь, что вот жалко, допустим, что что-то могло бы быть не сделано, да, или так и осталось не сделанным. Ну, здесь, в принципе, тоже, да, немножко отворачивается от света эта часть живота. Ну, и за счет этого мы все-таки, да, получаем объем. То есть то, что наклонена форма вперед или наклонена назад, должна быть разница. Вот здесь, конечно, тоже хочется утемнить, хотя там, по факту, конечно, с внутренней стороны такая довольно яркая мышца в целом. Вот, да, на четырехглавой мы немножко потемнели, стало поцельнее, это хорошо. Ну, и вот тот момент, что в целом фигура к низу темнеет, он, конечно, стал немножко все-таки проявляться. Так, положительный аспект. Вот, да, освещенные части пресса тоже можно немножко потемнить, потому что этот участок, который, в общем-то, все-таки более вертикальный и более темный, да, чем верхняя часть у нас в грудной клетке. Чем верхняя часть туловища. В принципе, можно было бы голову тоже сделать поцельнее. Вот там светлое место такое вот справа от рта, да, ну, конечно. Ну, вот, наверное, уже и все, да. Спасибо вам, дамы и господа, всего вам доброго. До новых встреч, до свидания.